Привет, меня зовут Руслан Кузнецов, это я вот здесь. Сегодня у нас с вами необычная тема. Многие из нас любят первое свидание, многие из нас боятся первое свидание. Но у каждого оно хоть раз было, а у кого-то и не раз, а у кого-то и не 20 раз. Но это в общем не важно. Важно то, что мы говорим. Вот мы видим человека и как мы презентуем себя. В общем, я решил снять скетч на тему, что нельзя говорить и нельзя делать на первом свидании. Подпишитесь на мой инстаграм и подпишитесь на соцсети этой девочки, которая там. Что нельзя делать на первом свидании прямо сейчас. Привет. Привет. Перед тем, как ролик начнется, хочу сказать, что у меня вышла песня. Кто не слышал, тут будет ссылка в описании. И это для меня очень необычный трек, поэтому послушайте. Теперь уже есть почти на всех тенденциях подписки. Яндекс музыка, ВК музыка, там Google музыка, iTunes, везде, короче, есть. И еще на моем личном сайте можно скачать мой мини-альбом, который уже вышел. Вот такая вот презентация типа сейчас. Короче, ссылка будет на моем личном сайте, где можно бесплатно скачать все мои песни. А я уже начинаю работать на следующем. И скоро будут концерты, уже готовятся города. Так что следите за объявлениями. Короче, в описании все есть. Переходите, смотрите. Люблю вас, даже не знаю, кто больше, вы меня или я вас. Ладно, все, ребята, давайте, там ролик дальше начинается. Желание впечатлить девушку своими творческими способностями не всегда заканчивается успехом. Это я по себе знаю. Я очень романтичный парень. Мама таким воспитала, сказала, если ты не будешь романтичным, я тебя в колонию сдам. Короче, я написал для тебя стихи. Стихи? Готова слушать? Ну, давай. Слушай. Кто по дверью в слезах заплывший? Это Сашенька твой бывший. Руслан, это не смешно. Стоп, 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 стоп. Есть второй стих, второй стих, короче, послушай, второй реально бомба. Договорились в моей встрече, я купил тебе цветы. Цветы? Ну, ты же не купил цветы. Ну, это типа фигура речи такая, цветы типа. Договорились в моей встрече, я купил тебе цветы. Совсем не жалко эту сотку ради чудной красоты. Но когда пришел в кафе, я тебя там увидал, стало больно сразу сердцу. Походу, сотку я просрал. Ну как? Капец, дебил. Очень часто люди проявляют к нам доброту. И они даже не подозревают, как далеко мы можем зайти в свои наглости. А мы можем. Саш, а ты не сильно обидишься, если я прошу тебя заплатить сегодня за ужин? Ну, разное бывает. Я могу заплатить. Мы как-никак в 21 веке живем. Девушка платит за парня. Это нормально. А если я попрошу у тебя денег одолжить, ты не сильно обидишься? Ну, если тебе правда нужна помощь, могу одолжить. А если я тебе скажу, что я уже 200 баксов у тебя из кошелька украл? В смысле? Ты сейчас серьезно? А если я тебе скажу, что пока ты тут со мной сидишь, твою квартиру грабят, а я тебя отвлекаю просто? А если я тебе скажу, что я твой отец? Что? Практически всегда срыв первого свидания это вина парня. Но бывают ситуации, когда девушка портит все. Все портит. И деньги за ресторан ты зря заплатил. Это вообще ужас, короче. Я на самом деле просто обожаю путешествовать. Вот недавно была в Париже, в Милане. В Милан мы, кстати, ездили на неделю моды с моими друзьями, с Сашей, Сережей, с Таней. Было так круто, у меня так много впечатлений после этой поездки. Также я же видеоблогер, я это все снимаю на видео и стараюсь выкладывать там каждые 3-4 дня, чтобы обо мне не забывали. И на самом деле монтаж забирает так много времени. Так много времени, я так мало сплю и постоянно ищу какие-то новые эффекты, музыку. И для меня это на самом деле так важно, хочу зрителям все передать как можно лучше. Вот, мне так понравилось, кстати, в Париже. Мы летали туда вместе с брендом Живанши. Я познакомилась с такими крутыми личностями. Огромное такое сотрудничество для меня и такая возможность. Познакомилась там с очень крутыми блогерами. У них там, представляешь, огромная команда из 10 человек, съемочная группа. Я такая стою и все снимаю на свою маленькую камеру. И для меня это так непривычно все. И мы с Сашей даже это обсуждали. Шутка это очень важный элемент, который может расположить вашего партнера к вам. Или же показать какого дебилу. Тут одно из двух. Саша, у меня для тебя есть реально прикол. Держим за палец. Руслан, перестань, здесь люди. Саша, давай быстрее дергай, потому что я не могу этот прикол очень долго делать. Пожалуйста. Это очень старый прикол, не делай этого, пожалуйста. Я тебе обещаю, это реально не тот, это другое, это типа совсем новый прикол. Типа таких приколов не было, Саш. Если это прям новый прикол, я дерну тебя. Все новое, Саша, это хорошо забытое старое. Если вам очень страшно идти на первое свидание, возьмите с собой друга. Он вам поможет. Как минимум морально. Привет, я Руслан. Рад, что ты пришла сегодня со мной. Это очень редко бывает. Приятно, офигеть. Очень, ты классная. У тебя волосы длинные на голове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Я не очень опытный. Саша, я не могу так, извини. Нереально, мы просто, мы просто реально знакомы с тобой, ну, совсем, ну, извини, я реально не стыдно. Что? Как тебе не стыдно, в кафе я при всех, ну, ну, нахуй я так с девушкой первый раз ее вижу? Ты же знаешь, что я до свадьбы ни-ни. Как ты мог вообще показать мне такое? Ты плохой друг, Антон. В смысле, да я просто тектоник танцевал. Ну, вот это все. Хрюч, хрюч. Ну, вот это вот, блин. Какой тектоник? Наши зрители даже не знают, что это такое. Не знаете? Тектоник, ну вот. Ну, вот там, ты это все. Нет? Очень часто на первом свидании мы задаем, ну, очень странные вопросы. Ну, нельзя так. Нет? Саша, а ты не против, если в нашей семье я буду бабой? Что? В какой семье? Ну, как в какой семье? Ну, той, которую мы с тобой создадим. Ты и я, типа. Больше, чем что? А почему бабой? Просто я с парнем недавно расстался. Никак не могу отвыкнуть от этой роли. Он был офигенный, ты его не заменишь. Удивляйте девушку, впечатляйте ее. Дайте ей понять, что вы знаете о ней что-то, что никто не знает. Даже она сама. И тогда 100% она распахнет свое сердце вам. Ну, 98. Разное просто бывает. Саша, а если я скажу, что все о тебе знаю? И что ж ты обо мне знаешь? А если я скажу, что знаю то, что ты сегодня с утра ела? Ну, попробуй. Перловка с голубями. Что? Как ты узнал? Я просто после тебя в туалет зашел, а там с моим не работает. Ой, то расслабься ты. Там уже с моей гречкой перемешалось. Помните, что всему свое время. И не заводите серьезные разговоры раньше времени. Ну, если вы, конечно, не тормоз. Если вы тормоз, то вообще все можно. Блин, круто быть тормозом. А как тебе больше нравится рожать? В воде или в сухую? Что? Я просто забочусь о здоровье нашего ребенка. Каком ребенке? Это же первое свидание. Того, которое будет разрывать тебе изнутри. За него ты станешь жирной, непривлекательной. И у меня будет жирная баба. И друзья будут издеваться над мной, что у меня жирная баба. Будет так и говорить. Руслан жирная баба. Я не смогу из-за него реализовать все свои мечты, потому что он будет мне говорить просто на купи-купи-купи-купи-купи. А его потом специально засуну в музыкальную школу, чтобы он там гнил на этом сраном сольфеджио. И у меня было время побыть со своей толстой бабой, пока он там. Вот какого ребенка. Ты дебил? Рано об этом еще говорить. А, рано? Ну ладно. Помните, если у вас есть принципы, не позволяйте никому их нарушать. Стойте на своем. Особенно, если вы иронимый нежный парень. Звоню перед свиданием твоей маме. Она спросила у меня какой-то лифтик надела. Я сказал, что синий. Она говорит, что синий это твой неудачный. И типа ничего у нас с тобой не будет. А я ничего и не планировал. Я вообще до свадьбы ни-ни семья извращенцев. Ну ты смотришь на меня. Я ни-ни. Хоть снимай, хоть не снимай, ничего не будет. Подписывайся на мой инстаграм. И на соцсети Саши будет здесь в описании. Спасибо, что смотришь до конца. И удачи тебе, успехов. Пока.